Здравствуйте дорогие друзья, с вами Евгений Forever Music и сегодня я вам расскажу о китайском планшете XIMI X8L. Это точная копия Apple iPad Mini первого поколения. Работает планшет на операционной системе Android 4.2.1. На борту у него 4-ядерный процессор Mediatek 6589T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенных. Имеется поддержка карт microSD до 32 ГБ, а также разъем для сим-карты с поддержкой 3G. Задняя камера 8 Мп, передняя камера 1,2 Мп. Все элементы планшета совпадают с таковыми у iPad Mini. Исключением являются только динамики, которые разнесены дальше от разъема microUSB и немного захватывают заднюю панель. У планшета имеется Wi-Fi, GPS, Bluetooth и 3G. Мультитач 5 касаний, очень отзывчивый. Интерфейс работает плавно. Внешний вид оболочки напоминает операционную систему iOS 6 версии. Планшет работает под управлением Android 4.2.1. Если бы не наличие плей-маркета на экране, то с первого взгляда можно было бы легко спутать с iOS. Синтетический бенчмарк Antutu версии 4 показывает около 16500 баллов. На видео результат немного другой, потому что это был прогон с запущенными приложениями. Antutu ошибочно утверждает о том, что в планшете нет акселерометра. На самом деле он здесь есть. Виртуальные кнопки управления могут быть представлены в двух вариантах. Это скрывающаяся панель при нажатии кнопки Home. А второй вариант это плавающий прозрачный виджет, который можно перемещать по экрану в любое место. Он может быть свернут, однако в свернутом состоянии остается на экране в любом случае, даже в полноэкранном режиме игр и видео. Планшет без труда воспроизводит видеофайлы в Full HD разрешении. Для этого используется MX Player. Чтобы появился звук, нужно включить программный декодер Audio и выбрать аудиодорожку. Аппаратный декодер видео показывает лучше, чем программный, поэтому старайтесь выбирать его. Файл из внутренней памяти воспроизводится быстро. Перемотка работает корректно. Как я уже говорил ранее, Multitouch 5 касаний. А вот и датчики. Акселерометр, датчик положения и магнитный сенсор. Теперь QTG. Планшет умеет работать с файловой системой NTFS. Для этого понадобится приложение Paragon NTFS HDFS. Подключаем флешку на 16 гигабайт, отформатированной в NTFS. И воспроизводим mkv-видеофайл с разрешением Full HD. Файл имеет размер около 15 гигабайт. Воспроизводится тоже быстро. Перемотка работает корректно. Продавец положил в коробку стилу. Которым тоже легко управлять планшетом. Теперь я продемонстрирую подключение жесткого диска объемом 2 терабайта к планшету 7x8L. Для этого также понадобится приложение Paragon NTFS HDFS. Поскольку винчестер отформатирован в файловую систему NTFS. Планшет распознает винчестер довольно быстро. А вот с воспроизведением есть некоторые нюансы. Чем больше файл, тем дольше он инициализируется. Так, например, файл объемом 7 гигабайт запускался примерно 3 минуты. При этом перемотка работает довольно быстро. Продолжение следует... Теперь я подключаю планшет к телевизору в качестве внешнего носителя. Это позволяет просматривать видео, фотографии и прослушивать музыку из внутренней памяти планшета на телевизоре. Действия выполняются абсолютно те же, как и при подключении планшета к компьютеру. Вот на экране телевизора появились папки внутренней памяти планшета. Заходим в нужную папку и выбираем Full HD файл в формате МКВ. Видео воспроизводится моментально. Перемотка на всех скоростях работает корректно. Мне нужны личные дела зараженных, послушные списки и медкарты. И еще осмотреть их комнаты и другие места, где они часто бывали. Мне нужен доступ к лабораторным животным и записям. И мне нужно узнать, с кем они общались за последние 48 часов. 48 часов. Хорошо. Продолжаем подключение периферийных устройств при помощи OTG кабеля. При подключении USB мыши на экране сразу появляется курсор. Колесо прокрутки мыши также выполняет свою привычную функцию. USB клавиатура также без проблем подключается к планшету. Теперь можно работать в браузере привычным способом. Имея подключенные к планшету мышку и клавиатуру, можно играть в шутеры и другие игры, привычным для всех способом. Для этого понадобится приложение GKM Touch, которое позволяет назначить действия клавиатуры и мыши на виртуальные кнопки на экране. ФИЯ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...